Итак, для этого дела я взял три распредвала, тормозной диск и ступицу, насколько я помню. Это была ступица. Ну а дальше всё, уже идёт просто эксперимент какой-то и просто вдохновение. Также я покупал кучу всякой хренотени на металлоприёмке. Я так понимаю, что это вал от какой-то коробки, возможно. Я решил отпилить кусок вала, чтобы срастить ступицу и тормозной диск каким-то дебильным способом. Я не знаю, что мне в голову в тот момент пришло, но тем не менее я это попытался сделать. А именно дебильное то, что я приваривал этот вал на месте типа подшипника, но там же внизу оказался ещё и сайлентблок, и всё это текло, и располавилось. Это просто дичь была какая-то, вообще непонятно. Не делайте так, я полную херню совершил. Ну реально, как бы по факту делалось просто на каком-то вдохновении и особо не задумывался. Дальше уже непосредственно провариваю сам тормозной диск и ступицу по окружности, грубо говоря. И начинаю примерять первый распредвал. Получилось так, что он нормально не вставал. Хотя с другой стороны сейчас я понимаю, что это может быть глупость была. Но тем не менее я решил отпилить именно, как это называется, со ступицы посадочной или непосадочной. Короче, отпилил этот вал. Или не вал, хрен его знает, кусок трубы. Ну, не важно. Отпилил данную часть, зашлифовал. И приварил к распредвалу пару шестерен. Срастил два распредвала. Также сварив. Ну, через шестерни это типа более-менее симпатично получалось. И так же добавил, попытался добавить третий, но не получалось на самом деле нормально это сделать изначально. Поэтому третий я уже сделал раскручивающийся. Ну, просто добавил шпильку в один. В одном было, получается, в одном был маслосъемный, или как он называется, маслопрогонный канал, в котором есть резьба, и... Получается, в эту резьбу я вкрутил шпильку, а во второй просто я вварил шпильку, соответственно, просто, ну, закручивается. Вроде замечательно получился, я не стал показывать, или я не помню, снимал, не снимал. В итоге получается такой посох, можно так сказать. Вот. Дальше я шлифую места стыка или сварки. Именно непосредственно диска, ступицы и распредвалов. Ну, и пытаемся сращивать, сваривать. И так, как итог, я беру, привариваю, соответственно, ну, место стыка, который заранее подготовлен был. Проварил по всей окружности, как бы варить было не очень легко и удобно, чтобы поймать идеальную плоскость, приходилось там балансировать рукой, как бы, ну, и плюс, учитывая, что эта вещь получилась, подставка сама далеко не из лёгких, довольно энергозатратно получилось. Но у меня всё же получилось проварить, и в итоге получилось уже поставить, грубо говоря. Буквально, наверное, через месяц, после того, как я сварил всю эту конструкцию, она отстаивалась месяц, у меня не было, допустим, как бы, некоторых вещей. Я купил уже баллончик с краской и баллончик с грунтом. Покрываем грунтом. Несколько слоёв, по-моему, в три слоя я покрыл грунтом. И покрываем с нашей любимой золотой краской. Обожаю цыганщину. Также в несколько слоёв. А далее приступаем уже непосредственно к коммутации и освещения. За, грубо говоря, освещение я взял светодиодные лампы с цоколем G9. Изначально я хотел обыкновенную лампочку Ильича, но не срослось. Было неудобно, так как абажур, который у меня оставался с покупки предыдущих, он немного низковат для большой лампы. И она бы торчала просто сверху. Поэтому я не стал заморачиваться. И самым простым и дебильным идиотским способом я просто на стяжке прикрепил эти патрончики для G9 светодиодов и попробовал проверить на скруточках. Всё работает. Подключил. Дальше просто, опять же, тоже ничего прикольного не нашёл. Просто спаял их по шлейфам одним, грубо говоря. И всё. Также для безопасности ламината и однопольного покрытия я пришпандориваю войлочные накладочки. Так как эта вещь довольно увесистая и можно сильно повредить пол. Я решил взять самое доступное, что у меня было. И самая моя главная задумка, которую я изначально хотел осуществить, но не получилось. В ближайшие два дня не было интернета. Я подключил контроллер удалённого доступа, или как он там называется, типа контроллер ровного дома от Санов. Я покупал несколько штук на Алиэкспрессе. Хотел управлять данным торшером через телефон, через интернет. Включать-выключать по расписанию, т.д. и т.п. Но самое большое заблуждение и косяк, я думал, что этим можно пользоваться даже при отключённом интернете, просто подключив его к роутеру. Увы, нельзя, так как он пользуется просто облаком, китайским облаком. Соответственно, я его включаю-выключаю только через облако. Он постоянно обращён в интернет. Поэтому, так как интернета не было, он будет работать просто пока выключателем. В дальнейшем, возможно, я сниму видос ещё один, где уже допилю непосредственно настройку с захватом из экрана айфона, как я его настрою и буду им управлять. Но в данные два дня у меня не было возможности, ещё раз повторяю, выйти в интернет, чтобы настроить его. Поэтому он будет работать как обычный выключатель. На нём есть кнопка принудительного включения-выключения. Собираю вилку, вставляю, соответственно, все лампочки и вуаля. Данная штука работает, выглядит неплохо. Как бы, если бы ещё чуть-чуть я заморочился с проводкой и не повесил грёбаный ПВС, может быть, это смотрелось бы ещё дороже. Ребята, спасибо, что меня посмотрели. Мне, блин, безумно всегда приятно. Мне приятно выкладывать видео, мне приятно их делать. Это кайфовая тема. Я хочу в дальнейшем вообще связать с этой темой свою жизнь и бросить нахрен себе остальные занятия и работу. Я шучу. Это не точно, естественно. Но аудитория растёт, я кайфую. Спасибо вам большое. И подписывайтесь, ставьте свои лайки, комментируйте. Можете писать что угодно. В любом случае для меня это активность на канале. И в любом случае любые комментарии, любые дизы, лайки и тому подобное, это активность. Она помогает мне двигать канал вверх. Я кайфую от того, что вы потихоньку, вас немного, но мы растём. Спасибо большое и увидимся во вторник.